страх боязни все мы переживаем это все знаем как чувствуем себя при этом все пытаемся справиться с этим постоянно но между нами говоря у нас не всегда получается но страх можно преодолеть миллионы преуспели в этом и мы сейчас расскажем вам но перед этим подумаем что такое страх и почему мы боимся мы не имеем ввиду здоровый страх скажем нашу естественную реакцию нам чащееся в нашу сторону грузовик такого рода страх помогает нам защититься от непосредственных явных опасностей и защитить себя мы говорим о таких страхах и переживаниях как как мне свести концы с концами в этом месяце что будет если я или мои близкие умрем от рака или тяжелой болезни что если произойдет катастрофа с моим сыном в армии что если меня отвергнут эти переживания носятся у нас голове и влияют на наше ощущение на наше решение на наши отношения на здоровье на всю нашу жизнь люди по-разному реагируют на тревожные ситуации иногда впадают стресс иногда просто прячут их внутри иногда делают вид что они супергерои а иногда всего понемножку так что же происходит когда мы впадаем в стресс предположим что у вас возник конфликт с начальником на работе начинается переживание он точно уволит меня чем же мне платить за квартиру к чему это приведет моей семье какой напряженный период всякая такая тревожная мысль высвобождает в нашем теле все больше и больше гормона стресса который по данным исследований увеличивает риск заболевания сердца заболевания раком появление проблем в браке клинических депрессий и другого это даже понижает наш уровень ай кью и приводит к излишнему весу но подождите минутку это всего лишь было не согласие смотрите куда мы забрели когда мы позволяем стрессу и переживанием завладеть нами то мы не видим ситуацию такой как она есть любая муха становится слоном и в конце концов мы только вредим как себе так и к другим и не решаем проблемы окей но как насчет тех страшных вещей которые до произойдут говорят что в этом мире есть две вещи которые точно произойдут налоги и смерть с налогами нам все время приходится иметь дело а как насчет смерти вероятнее всего что вы не встаете каждое утро и начинаете представлять себе с радостью вашу смерть вы не говорите себе ой как это будет классно уже не могу дождаться почему мы не хотим размышлять о смерти потому что это страшно мы не знаем что будет после мы предпочитаем говорить себе что все будет в порядке что есть еще время а пока мы продвигаемся в карьере или в семье смотрим телевизор разгуливаем по интернету естественно сами по себе эти вещи неплохие но положа руку на сердце могут ли они удалить проблему смерти иногда мы приходим к заключению что нужно встать посмотреть страху в глаза взять вожи в свои руки только так это сработает во многих случаях мы склонны опираться на наше знание нашу силу наши способности но по правде достаточно ли этого один из самых распространенных страхов человека это утонуть в 1911 году группа британских инженеров завершила строительство корабля который по их определению был неутопим примерно 100 тысяч человек собрались чтобы посмотреть на первый выход в плавание этого большого корабля самого крепкого безопасного какого не видали еще в мире о нем говорили даже сам господь бог не сможет потопить этот корабль этот корабль назывался титаник и его трагический конец всем известен бывало ли с вами что по вашему у вас все было под контролем а в конце все пошло гувырком мы не такие сильные и неуязвимые как нам нравится себя считать есть вещи даже нам невидимые которые могут нам все испортить бывают жизни ситуации когда приходит конец нашим деньгам мудрости силам в один из дней придет конец и нам и что тогда что сможет помочь нам в этот момент может стоит все-таки спросить а кто сможет нам помочь суть в том что есть кто кто не просто может а также хочет помочь ведь кто-то же создал всю эту вселенную солнце и звезды небеса и море горы и животных он также и тот кто создал нас людей этого самого зовут бог бог он любящий отец который желает быть с нами его детьми он приглашает нас прийти к нему и найти в нем безопасность и настоящую жизнь проблема в том что в соответствии с тонахом есть что-то что удаляет нас от бога ведь он святой ну а мы не совсем и это что-то отдаляющие нас от бога называется грехом грех это когда мы не послушны господу когда мы врём когда завидуем мыслим плохо других ведем себя эгоистично и живем по-своему как будто мы бог если мы будем откровенно собой то кто из нас не делал всего этого и еще много других вещей истина в том что это мировая эпидемия человечество больно тяжелой смертоносной болезнью греха и в соответствии с библией последствия греха смерть вечное отделение от господа творца жизни и вечное наказание в таком месте которого бы мы никому не пожелали но есть и хорошие новости господь приготовил путь как избежать этой смерти и страха связанного с ней путь ведущий к жизни теперь для того чтобы получить прощение грехов господь сказал что нужна жертва ибо кровь сия душу очищает господь пообещал в ветхом завете что он сам пошлет совершенную жертву мессию которая заплатит цену нашего наказания своей кровью который умрет вместо нас в исае 53 главе написано о мессии все мы блуждали как овцы совратились каждый на свою дорогу и господь возложил на него грехи всех нас ибо он отторгнут от земли живых за преступления народа моего но это не конец так как написано что после своей смерти он узрит потомство долговечное и воля господня будет исполняться его рукою то есть он восстанет из мертвых и преуспеет задание на которой он был послан кто же это может быть есть только один во всей истории который исполнил эти пророчества и еще многие специфические пророчества о мессии израиля его зовут ишуа или иисус из назарета в отличие от того что думают многие ишуа был верен танаху всю свою жизнь он наш потомок царя давида он ходил здесь в израиле 2000 лет назад он умер за наши грехи и восстал из мертвых более 500 иудеев видели его после его смерти и что это все говорит о нем в своем воскресении иисус победил смерть и потому он сможет дать нам вечную жизнь господом там где больше нет слез иисус сказал я воскресение и жизнь верующий в меня если и умрет оживет вешуа вместо вины есть прощение вместо страха мир вместо отделения от господа личная и близкая связь с ним ничего из этого мы не заслужили но иисус сделал это для нас из своей любви он пожертвовал своей жизнью и пролил за меня и тебя свою кровь все что нам нужно сделать это уверовать в посланного богом мессии ишуа и решить все больше не буду ходить своими путями но пойду по пути бога а верующему в иисуса не нужно бояться так как если даже самое ужасное приключиться с нами смерть просто приведет нас к вечной жизни иисус освободил на чтобы мы могли жить жизнью для которой мы были сотворены познать господа проявлять его любовь другим в этом сокрушенном мире и он приглашает каждого из вас в это трогательное путешествие в жизни все еще есть настоящие трудности но в конце концов господь использует и их к нашему благу чтобы мы возросли окрепли и по-настоящему нам нечего бояться если господь за нас кто может быть против нас мы знаем что многое сказано нами новое неожиданно для вас это было таким же и для более чем полмиллиона иудеев но они бы набрались смелости проверили в ветхом завете и в истории и осознали что ишуа иисус он мессия и уверовали в него также и мы когда-то боролись с опасениями как что обо мне подумают если я последую за ишуа что со мной будет правда вам придется платить за это но нет ничего в этом мире с чем это можно сравнить и словами из нового завета но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас ибо я уверен что не смерть не жизнь не ангелы не начала не силы не настоящее не будущее не высота не глубина не другая какая тварь не может отлучить нас от любви божией в мессии иисусе господи нашим если у вас есть вопросы мы будем рады с вами пообщаться пишите нам на ватсап или фейсбук ссылки в описании к этому видео давайте поговорим а Субтитры создавал DimaTorzok